Водоотвод Восемь раз вызывали аварийную службу по прочистке канализации из-за забитых стоков. Вы видели, как сейчас канализация подтапливает фактически весь дом. Вместе с жильцом специальный корреспондент Одессы под контролем отправился в пятый участок ЖКС Вузовского. На месте мы застали мастера участка Михаила Агашкина. Что делается? Он на балансе гор канализации. Сегодня посмотрю. Мы попросили мастера при нас набрать гор канализацию. Добрый день, гор канализация. Пятый Вузовский. По граничным в четыре. Есть у вас на заявочке? Есть ли дом на балансе гор канализации? Спецкорреспондент Одессы под контролем вместе с Олегом Гацуляком отправился в ЖКС Вузовский. С трудом нам удалось поговорить с директором ЖКС Зурабом Шония. Брелусу звонили, уже звонили что раз. И поставки. Я переживаю, потому что регулярно забываю. Я знаю. И сегодня мы звонили. И сделайте так, чтобы дом был на балансе. Что в случае следующей... И это первое. Второе. Каким-то образом решите проблем, там технические проблемы. Дом на балансе стоит. Они утверждают, что не стоит? Ну, они утверждают. Почему им верите? Почему нам не верите? Я все проблемы решаю, я пишу. А дом нет на балансе. Это другая ситуация. Вам неправильно объясняют. Как только съемочная группа уехала, нам позвонил Олег Петрович и сообщил, что работы по очистке уже ведутся Инфоксводоканалом. Приехал аварийная служба Инфоксводоканала. И вся работа заняла не более 35 минут. Вся причина в зажиренности линии. Дому все-таки 35 лет. И если бы это делалось регулярно, с помощью, допустим, машины КЭО, которая подчищает канализационные трубы под давлением, проблем бы не было. Мы очень благодарны передаче «Одесса под контролем». Без нее мы эту проблему так быстро бы не решили. Спасибо вам. Около месяца понадобилось сотрудникам ЖКС Черемушки, чтобы спилить сухое дерево. О получении разрешения на это нам лично сообщил начальник 8-го участка Александр Лымарь. Коммунальщик специально позвонил на горячую линию «Одессы под контролем». Съемочная группа «Одессы под контролем» в третий раз отправилась во двор 21-го дома по улице Доковой. Мы 2 апреля получили разрешение на спилы этого дерева. Как бы собрались, в данный момент вызвали машину. Сейчас вот его полностью убираем, расчищаем территорию, убираем за собой и вывозим бревна. Дерево спилено. И радости по этому поводу не скрывает жительница Доковой 21 Неля Бучацкая. Я благодарна и ЖЭКу, и начальнику благодарна, и вам, что так это получилось, что все срезали, и я спокойно. Спасибо «Одессе под контролем», что помогли снять аварийное страшное дерево высотой 5-метровой. «Одесса под контролем» поздравляет Нелю Александровну с долгожданным результатом. Редактор субтитров А.Семкин